В его послужном списке три космических полета и навечно закрепленное за ним звание космонавт номер 100. Завтра нашему земляку, дважды Герою Советского Союза, Виктору Петровичу Савиных, исполняется 75 лет. Медленно, ощупью в пустой холодной темноте в космическую станцию вплыли двое. Как характеризует ситуацию в своей книге сам космонавт, так мог начинаться фантастический триллер. На самом деле так была обнаружена станция Салют-7, которая потеряла высоту и не отвечала на позывные. Экспедиция командира корабля Джанибекова и бортинженера Савиных должна была ее оживить. Больше всего меня поразила жуткая тишина. Во-первых, холодно, но мы холод как-то не сразу почувствовали. Жуткая тишина и отсутствие света. Что произошло, в чем дело. Мы так полетали, земля нас все время дергает. Где вы, что видите, что знаете. Мы доложили, что вот такова ситуация. Нам дали команду закрыть люки и уйти в корабль. Потому что мы уже два дня не спали, готовясь к этой стыковке. Ну а дальше, на следующий день уже начали разбираться. Оказалось, что разрядились аккумуляторы. Нужно было искать причину. На станции все замерзло. Лопнули трубы. В итоге проблему решили, станцию к жизни вернули. Но второй полет на корабле «Союз Т-13». Нашего земляка Виктора Савиных до сих пор считается самым сложным в истории отечественной космонавтики. Не в пример первому полету в 1981 году. Тогда было больше волнения. Кстати, первый полет был заключительным этапом программы «Интеркосмос». Правительство СССР пригласило в космос страны народной демократии. Мы довольно выполнили большую программу по астрономическим наблюдениям. Дальше была большая программа по биологическим экспериментам и по получению сверхчистых материалов в космосе. Сверхчистых кристаллов для электронной промышленности. Ну и вот программа исследования Земли. Поскольку я по образованию оптики, закончив институт геодезии, и моя основная, моя научная деятельность была связана с Землей, с исследованием Земли и с атмосферой Земли. По возвращению я защитил кандидатскую диссертацию. Сегодня Виктор Савиных – главный редактор журнала «Российский космос», автор книг, член исполнительного комитета Ассоциации исследователей космоса. Его именем названа одна из планет. Он стал легендой и символом России, но не забыл своих корней. Виктор Петрович возглавляет «Вятское землячество» в Москве, которое объединяет более тысячи жителей столицы. Всегда помнят кировского космонавта и на его малой родине. По инициативе главы города, бюст летчика-космонавта, который в связи со строительством был в декабре прошлого года перенесен в библиотеку имени Герцена, снова появился в центре города, напротив музея Циолковского. Таким образом, городские власти выражают благодарность нашему земляку и поздравляют с юбилеем. Наша телекомпания присоединяется ко всем поздравлениям кировчан и желает Виктору Савиных долгих лет жизни и всегда оставаться молодым душой. Милана Поварницына, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.